Всем привет! Знаете, кто такой гопник? Короче, сейчас все расскажу. Гопники – это такие быдловатые социальные элементы. Главным атрибутом их гардероба является барсетка, а также иногда четкие и семечки. Носят исключительно спортивный костюм фирмы Adidas, на крайний случай Puma. Из обуви носят кроссовки. Если нет кроссовок, то туфли. Но спортивки не тронь, это святое. Где обитают гопники? Гопники трутся в основном в детских сквериках, гаражах, а ночью в темных переулках, чтобы было легче обнаруживать лохов и разводить их на деньги. Разговаривают они на странном языке. Ну чё, на, у тебя мобила есть, нет? Или, например, да закрой своё петушиное хлебало. Серьёзные разговоры пацаны ведут с другими гопниками, исключительно в пацанских, так сказать, позах, на корточках. В общем, к чему я это всё скажете? Я забочусь о своих подписчиках, поэтому приготовил для вас карты городов, где указаны районы, в которых большая вероятность встретить гопников. Вы будете знать, куда лучше не ходить и, соответственно, не потерять мобилу или деньги. О, вот ты где, я тебя искал. Кстати, поставь лайкосик и подпишись на канал сразу перед началом выпуска. Ну а мы, собственно, давай уже начинать видео. Погнали! Ну чё, в натуре, погнали! Хорош уже болтать! Первая карта гоп районов, так сказать, Брянска. Самый опасный район Брянска – Фокинске. Здесь, так сказать, пять звёзд опасности. На улицу лучше вообще не выходить в этом районе. Дальше идёт Володарский район, Бежицкий и Советский центр. Центр, так сказать, самый безопасный район Брянска. Следующая карта гопников Великого Новгорода. Тут также в центре наиболее безопасно. Самые же опасные районы – Северный, Шуська и Западный, а также район Вокзава. Так что будьте бдительны, все жители Великого Новгорода. Избегайте путешествий по району Северный, Шуська. Смешной район. Следующий гоп районы – Волгограда. Наиболее опасные криминальные, где вас могут побить и отобрать телефон – это Советский и Кировский. Здесь вообще практически семь звёзд опасности. Даже запрещено упоминать этот район, особенно Кировский. Самые же безопасные – Центральные. Ну, видимо, полицейские, потому что там ходят. Полиция в опасные районы обычно не ходит, потому что сами боятся. Хе-хе-хе, мало ли что. Следующий гоп районы – Вологды. В Вологде – наиболее опасный район Бакля. Водники и Заречье. У Гьянова тоже достаточно опасный район. Наиболее безопасный, где нету гопников – Центр и Тепличный. Так что, особенно, если вы пошли гулять ночью в район Паклеостаново или Осаново, то Пятый микрорайон и так далее – там это опасно. Всё опасно. Следующая гоп карта Воронежа. Самый жуткий и опасный, наводнённый гопниками – Левобережный район. Здесь уровень опасности – 10 звёзд гопников. Так что будьте бдительны. Левобережный район – самый опасный. Центральный же район и Ленинский – наиболее безопасный, где можно гулять и не бояться, что у вас заберут телефон или оплюют семечками. Следующий гоп районы – Екатеринбурга. Здесь, если честно, я сам не пойму, какие районы какие, но если вы житель Екатеринбурга, то вы видите сами, где 4 гопника и 3 – это самые опасные районы. В основном это на севере и на юге Екатеринбурга. Ну и на западе есть опасные районы. Здесь, правда, жалко, что не подписаны районы. Ну, думаю, все жители Екатеринбурга и так знают, что это и где это за районы. Следующие районы – Казани. Самый жуткий, опасный район – жилплощадка. Здесь прям больше 10, наверное, гопников, звезд. То есть вам даже днем здесь могут забрать, так сказать, мобилу и начистить ряху. Поэтому будьте бдительны. Самый безопасный – Московский, так сказать, район. Здесь можно гулять. Ну и Приволжский. Кировский район и авиастроительный я тоже не рекомендую посещать. Это очень опасно. Следующий гоп районы – Калининграда. Самый опасный и лютый – это район Шпандин. Но он даже как-то называется, типа Шпана, да? Шпандин. Здесь почти 6 звезд гопников. В общем, можно нарваться, неплохо так попасть на деньги и мобилу. Балт район тоже 5 звезд достаточно опасный. Ну и как по традиции, центральный район самобезопасный. Почти никогда не страшно там. Ну хотя гопники там тоже есть. В общем, вообще лучше дома сидите, никуда не ходите. Так самобезопасно. Следующая у нас гоп-карта районов Кемерово. Самые жуткие тут районы – это, так сказать, район Кировский. Здесь 6, так сказать, звезд гопников. Самые жуткие опасные. Ленинский также довольно-таки опасный район. Центральный по традиции район безопасный. Ну и самый безопасный – лесная поляна. Здесь вообще нет гопников. Можете отдыхать, гулять, шашлыки жарить. Все хорошо. Следующие гоп-районы Краснодара. Самые опасные районы – это КМР. Я не знаю, что это обозначает, если вы с Краснодаром не проясните. КМР тоже достаточно опасный район. И ГМР тоже. В общем, восток Краснодара лучше не посещать. Особенно, если вы турист. ЖМР, ШМР тоже достаточно опасный. Самобезопасный центр. Следующие гоп-районы – Липецк. Я, кстати, сам с Липецка, поэтому знаю, чё, как, почём. Всем липчанам, кстати, привет. Наиболее опасный – тракторный. Здесь четыре звезды гопника. Также достаточно опасный – опытная. Район Сокола, Налолипецкого и Сырского тоже достаточно опасный. Самобезопасный центр. И новые районы. Достаточно безопасно там. Москва. Давайте-ка взглянем, где опасно в Москве гулять. Как ни странно, в Москве всё наоборот. Центральный район Москвы, центр – четыре звезды опасности. Здесь лучше не выходить на улицу. Северный и восточный округа, так сказать, Москвы тоже достаточно опасные. Безопасный южный, западный и северо-западный округа Москвы. Здесь минимальный такой уровень преступности и, соответственно, шансов, что вас гопнут – минимум. Ну, так что в центре, если пойдёте особенно гулять около Кремля, будьте осторожны. Вас могут там гопники гопнуть. Хе-хе-хе. Да. Гопрайоны Пензи. Здесь самый жуткий район – рабочий. Шесть звезд гопников. Терновка тоже пять звезд – достаточно опасная. Но самый же жуткий – заречный. Здесь вообще какие-то даже не гопники, а уже мутанты-гопники. В общем, будьте бдительны. Лучше гуляйте по центру, ну, можете куда-нибудь на север сходить. Главное, не в рабочий район – Терновку и Заречный. Шуист тоже достаточно опасный. Гуляйте вот север, центр и ГПЗ. Ну, первомайский можно погулять. Всё, больше никуда не суйтесь. Ей-богу, берегите здоровье. Посмотрим теперь гоп-карту Перми. Здесь очень жуткие районы Кировские и Новые Ляды. По пять звезд, по шесть гопников. Достаточно опасные Орджоникидовские. Здесь пять звезд. Гуляйте лучше Ленинском, Свердловском, Индустриальном, Мотовелихинском районе. Так сказать, вот здесь по центру гуляйте. Не ходите в эти, так сказать, окрестности. Ей-богу, вас там гопанут. Районы Рязани. Самые жуткие – это Роща, Железнодорожный район. Недостоево также район. И Зилы. Вот эти вот, так сказать, места не ходите, локации. Там очень страшно. Самый безопасный, как всегда, у нас центр. Ну, можете погулять в районе Дашки или Борки, Московский, например, юг Московского района. Но не ходите ни в коем случае в локации, где пять звезд. Следующая гоп-карта Санкт-Петербурга. Здесь самые, так сказать, жуткие районы. Помечены красным Красносельский, Колпинский, Невский, так сказать. Вот эти районы самые опасные. Кронштадтский тоже достаточно опасный район. Ну, а погулять можно Пламоносовский, Курортный, Василий-Островский, так сказать, район. Вот там можете гулять. А это Саратов и его, так называемая, спираль смерти. Если вы пойдете погулять по этой спирали, то домой вы не придете с вероятностью 184%. А именно, начинается прогулка с Фрунзенского, Октябрьского района. Идем, гуляем через Волжский, попадаем в Ленинский, где вас уже начнут преследовать гопники. А если вы уже добежите до Комса, то вас окончательно гопнут там. И, так сказать, следов не найдут. Только, может быть, труханы ваши останутся и все. В общем-то, заводской Комса районы Саратови не суйтесь. Ни в коем случае. Следующая гоп-карта Ставрополя. В промышленном районе вообще не вздумайте появляться. Здесь 5 звезд гопников. Мамайка и Ташла тоже райончики опасные. Гуляйте в Октябрьском районе. В западной его части. Это самая безопасная, так сказать, локация Ставрополя. Гоп-карта Твери. В Твери самые жуткие районы. Это пролетарские из-за Тверечья. Здесь 6 гопников и 5 звезд гопников. В этих областях ни в коем случае не гуляйте. Гуляйте в центре и Московском районе. Следующая гоп-карта Уфы. Здесь самый жесткий, так сказать, в Уфе район Кировский. 5 гопников звезд. Из дома лучше вообще не выходить, если вы живете в этом районе. Покупайте квадрокоптеры, так сказать, и летайте в магазин за продуктами. И то, даже квадрокоптеры могут гопнуть, в принципе. Это опасно. Гулять в Уфе можно только в Демском и Ленинском районах. Остальные районы лучше не соваться. Следующие гоп-районы Челябинска. Челябинск вообще, в принципе, можно весь город, так сказать, пометить пятизвездочными гоп-звездами. Но отметим самые жуткие районы. Это Ленинский и ЧМЗ. ЧТЗ и Северо-Восток тоже достаточно опасные. Гулять можно только от Тополинной аллеи, городской Боры в центре Челябинска. Будьте бдительны, друзья. Также гоп-районы Ярославля. Дзержинский. Здесь пять звезд гопников, даже шесть. И Фрунзинский опасный, и Ленинский довольно-таки опасный. Гулять можно туристам в Кировском районе и Красноперкопский район. Достаточно тут безопасно. К концу 2010-х, так сказать, как самостоятельный вид, гопники практически вымерли. Хотя отдельные особи этого реликта 90-х еще можно встретить в особо криминальных районах крупных городов. Наибольшее их количество на Урале и в Сибири. Берегите себя, пацаны. И если не впадал, влепи лайкос и подпишись в натуре. Не ломайся. А у меня все. Всем пока, пацаны. Хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok